доброе утро дорогие друзья мы сейчас находимся в монтерей калифорнии посмотрите какая погода он посмотрите водичка видите тут холодные вкуски значит мы сейчас поедем смотреть на океан вы сами увидите как насколько дефон несколько другое климаты воздухе все остальное и вот он растения посмотрите кида значит едем едем ну что это канал жизнь в лас-вегасе меня зовут руслан ну что мы заправились кофе вот здесь я понабирал кофе кофеина и мы едем дальше смотреть что здесь что здесь мы можем увидеть подписывайтесь на мой канал ставьте лайк если вам нравится а мы дальше продолжаем ехать видите тут вот такая вот роса такая на на машине до начать холодные в куртке сижу мерзну сейчас сколько 57 градусов 57 градусов значит знаете у меня вчера была проблема с колесом я сразу проверил колесо вроде держатся вроде держатся значит вы должны сейчас начата хорошо мы должны часто также заправиться опять вот видите здесь с обычными машинами на бензине надо заправляться часто а я уже привык дизелью что заправился и забыл понимать ездишь ездишь день-два и потом только заправляемся я уже два раза вчера заправлялся и сегодня опять нужно заправляться ведь вот ничего не сделаешь а мы сейчас едем поближе попробуем к океану подъехать так что сейчас я буду поворачивать направо где-то здесь вот чтобы выехать к океану дороге этой которая называется дорога номер один это знаменитая дорога мы будем сегодня по не ехать я сегодня решил отсюда сначала здесь поездить монтаре показать вам кое-что а потом мы поедем к через биксер а есть такая дорога знаменитая к океану но пока мне конечно да выехать к океану сначала сам вот сюда и увидеть это типичная типичные дома марине и монтерея вот так вот обычных людей ничего такого особенного маленькая но в эти дома каждый дом стоит по может стоить миллион восемьсот тысяч пятьсот тысяч и они дорогие здесь очень и чем ближе к океану подъезжаешь тем дороже 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 сейчас посмотрим куда мы выйдем я надеюсь какие мы едем вот давайте посмотрим посмотрим вот сколько сейчас 8 часов утра нормально нормально мы сейчас куда же мы едем значит мы едем куда-то немножко немножко сложновато а я все еду никак не могу выехать к морю здесь как я наверно я решил я решил срезать здесь угол и попал в тупик к сожалению теперь сейчас вот яд назад на дорогу но уже взял с собой этот gps вот чтобы мне говорил куда ехать но сейчас мы возвращаемся назад и через пару минут мы будем монтарей на океане и не корр мая истала чили окей ребята вот этот вот наконец-то мы выехали вот начинается дюны а справа стороны будет океан сейчас мы смотрим видимо его или нет иногда надо чуть больше ехать тогда тогда вот посмотрите песок начался уже настоящий и другой совсем и другой совсем другие растения и другие другая трава и все другое растет видите значит мы сейчас видели маленький кусочек океана сейчас мы чуть больше проедем и он откроется с правой стороны у нас вот это вот знаменитая дорога которая называется ты дорога номер один мы значите эта дорога идет через весь через все побережье западная америки я пару лет взял машину и доехал аж до самой аляски значит очень красивая медленная дорога вот такие он пошел мы мы это самое мы поедем сегодня на юг сторону лос-анджелеса как я сказал через отвод через биксер ведь этот дорожка есть очень люди здоровые живут очень так что такое знаете вот это вот или для велосипеда он дюняки для велосипеда или для бега то есть люди бегают здесь вон океан знаменитый тихий океан люди бегают здесь очень дорогой образ жизни меня вот я сам подходил не каждый день когда мне работал вот выходил проедем мою машину который я обычно ходил я выходил ставил машину и проходил по берегу где-то часа три-четыре гулял на выходные это невероятная знаете зарядка на неделю походишь подышишь спокойно все красота конечно это это помогал помогал восстанавливаться и помогала жить здесь много людей которые согласно будет бешеные деньги за вот дома которые он показал который нормально месте будет стоить ну не знаю 100 тысяч может быть да здесь люди плодят по 8 800 тысяч по миллион и жить в таком месте он как красиво вот это вот там видите все в тумане совсем другой климат видите тоже калифорния что люди согласны жить здесь ради ради климата вот понимать ради климата мы видели маленький кусочек мантера этому открывается он вообще находится в бухте в бухте находится вот сейчас где-то вот такой будет туман пример примера такая вот погода каждый раз каждый день на будет туман а потом он начнет рассеиваться и появится солнце и будет солнце до конца и потом к вечеру опять будет такой вот туман тетяку и вот будет можно даже поморостить немножко и утром будет арсана картина туман и так далее тогда я пару раз пробовал отсюда лететь на самолете вот мой рейс был 6 утра отсюда до смотря и оба раза было отменено рейс был отменен потому что потому что был такой туман и самолет не мог лететь то есть я ни разу не вылетал отсюда и потом следующий билет я уже покупал прямо сан-косе потому что не было смысла покупать потом все отменяется потом начинается проблема знаете это никому не надо вот а вот видите видите океан сейчас выйдем на эту улицу здесь и я попробую нет знаете нет нет вы да уже выехали все он город сейчас покажу еще вот хочу вам показать немножко еще город пока мы не стали не будем идти по океану значит вот там вот дальше этот впереди такая высокое здание это это гостиница разные эти дома вот эти дома стоит очень дорого миллионы долларов хотя они даже не на океане океан вот здесь вот это знаменитая бухта монтаре я хочу где-то запарковаться и обычно прогулась и а тут дальше шел пешком мы сделаем то же самое то есть первую половину дня я буду ходить с вами по бляжу из потеплеет немножко потому что холодно а потом мы поедем на юг как я сказал я просто хочу найти это место вот это место это гостиница мы здесь останавливались она прямо на берегу океана дорогая кстати было тогда еще долларов 160 дней вот но чистенько хорошо они назывались раньше по-другому они назывались best best western это название компании она ничего не говорит о нам раньше ну как она известна только здесь не видите его перепродали другой компании и поставили своими и часами открыть вот я так думаю на стола дороже вот это вот парки ведь и входы вот они открывают как только наступает утро открывают его значит и и люди могут парковаться это написано с утра до до захода солнца сейчас мы запаркуемся и дальше продолжим наше путешествие и мы возвращаемся здесь услышите насколько мощный океан этот волны даже вот сейчас вроде тихо да как тихий океан а оболны сильнейший значит это тот пляж который я вам рассказывал что когда человека укусила акула мы вот здесь вот были вот там внизу а он был волны вот там от были и там была целая группа значит их вот людей на этих досках это называется service и они значите ловили волны эти сейчас мы разуемся здесь вот я поставлю это здесь так я босса и ноги и мы пойдем к кино вот а тут стоит значит смотрите знак и знак раньше стоял акулы посмотрим если нет а значит написано что опасное здесь течение нету спасателей то есть опасно купаться нельзя сам можно собаками если у них есть поводок нельзя разводить огонь нельзя оставаться на ночь прокол я ничего не вижу пока но знак стоял вот там вот знак стоял там я его не вижу они его убрали не знаю почему но они его убрали значит что он катался на этой доске его акула тому вы увидели акула бы как у только увидели буквально через полсекунды он уже его она уже укусила и мы здесь были здесь были все на пляже вызвали вертолет вернее скорой помощи вертолет пришел и он приземлился вот там вот левее приземлился прямо на этот самый на песок и его зацепили взяли в это самое вертолет и взяли в этот в госпиталь где он провел примерно 6 или 7 месяцев а в реанимации вышел выжил вот и вернулся к жизни а мы как его спасли потому что здесь много было людей госпиталя врачами сёстры у нас было немножко как знаете вечеринка да и мы смогли остановить кровь и он поэтому выжил вот если у нас здесь не было то он бы умер бы от кровотечения это отчего умирают вот все и большинство людей которых кусает акулы вот а вот смотрите вот это вот пляж очень упал вот я не знаю вы слышите в голосах я дрожу холодно в окнате я жаловался что все что жарко а теперь жалую холодно вот но здесь конечно дышать вообще обалденно до такой запах этот самый воздуха такой знаете прямо чувствуется океан вот я обычно вот от начинала те аж оттуда и шел вот эту всю дорогу сейчас пойдем вокруг и дойдем до этих зданий там где-то высотное здание это гостиница да мы сюда пойдем жалко что нету солнца вот вы видели очень мотива дойдем развернемся и пойдем назад это был обычный мой путь на выходные вот сюда я шел вот и гулял так вот посмотрите видите этих крабики уже мертвый это вот этих крабов а ведь куски вода эти крабов это птицы едят утром вот мы может увидим они просто долбают прямо с этого с этого песка крабы там прячутся они достают оттуда вот обычно когда здесь идешь когда солнце светит то когда солнце светит то песок выглядит как будто он золотой вот я до первые дни когда помню был я смотрю на землю думаю блин по моему золото лежит знаете золото лежит вот а я даже так вот посмотрел покупал по сторонам думаю ok подобрал взял в руки и это казался просто песок знаете здесь комбинации солнца определенные влажности определенного вида песка создает впечатление как будто он золотой конечно это удивительная вещь вот там вот дальше с левой стороны квартиры ведь и черное там строение да этот знаменитые квартиры или апартинска тут говорят вот и снимали во многих фильмах про любовь там такие вот романтические фильмы их вот снимается эти апартменты я ведь его там вот здание это белое такое высокое до далеке так вот я это гостиница мария называем название мир я там жил где-то полгода когда я приехал мой госпиталь заплатил за эту гостиницу для меня чтобы жить и меня поставили там но было замечательно там убирали стирали я вообще ничего не делал даже готовили вечером я приходил вечером у них был начинут хороший завтрак с поваром все амин завтрак ужин поваром совсем со всеми делами а утром тоже там кофе все то есть оно стоило конечно бешеные деньги я даже не знаю сколько они платили вот тебя жил там полгода но было замечательно я не хотел съезжать вообще когда мне сказали через полгода что надо съезжать и брать себе квартиру я их я не хотел я был против но пришлось не куда-то деваться некуда было вот я обычно захожу в воду где-то так по щеколотку да ну холодно вы знаете я ноги намочил их отошел от песочка это самое от водички отошел вот но тут как я вам сказал все это дело распогодится где-то вот ближе но не знает десяти наверно облака уйдут и будет солнце и будет даже тепло вот а мы идем дальше я сейчас попробую пойти побыстрее же мы успели многое потому что я хочу вам просто показать и котиков морские да и тут живность всякое есть просто я не знаю хватит ли мне на этот день может быть мы здесь проведем целый день вы знаете да может проведем целый день а завтра то не 11 12 а завтра я поедем на биксер прямо с утра знать так может даже будет лучше чтобы я не бегал туда-сюда и не как подорванный и не знал куда нами что да а завтра мы выйдем биксер высыпать вы понимаете вы увидите биксер это долго этот часов на 7 там километров 50 60 может до дорога а ехать долго потому что она очень так и сгибается то есть там не разгонится синг вот и еще там надо выходить касса наливаться каждый пару минут и фотографироваться в этом то весь смысл понимаете уж там красиво вот да так и сделаем сегодня мы походим по монтерею завтра биксер проедем через него и 13 заберем нашу собаку кстати бы мой собаку еще не видели вот ну хорошо